Привет, просветители! Чем я люблю заниматься на этом канале? Фигнёй. Говорить об образовании и обсуждать всякий трэш. А если этот трэшанин ещё и имеет текстовый формат? Ммм, меня просто не остановить. Сегодня у нас на повестке потрясающая статья, которая совсем недавно появилась в учительской газете. На секундочку, в профильном для педагогов издания. До недавних пор я так считал. Наверное, в каждом ролике, в котором я затрагиваю проблемы работников системы образования, ну, то есть в каждом втором, можно найти комментарии из серии. А может быть, пора уже перестать ныть? У вас вообще-то самый большой отпуск. И отпуск у учителей, похоже, настолько продолжительный, что сами они ни за что не разберутся, чем же заняться этим летом. Работай! И это даже не шутка. Не знаю, что вы делали прошлым летом. Фанаты хорроров вошли в чат. Но в этом году вы будете косплеить папу Карла. Наверное, именно так рассуждали в учительской газете, когда выкатили вот этот. Кусок текста. Ролик, правда, выходит в последний день июля. Но я не сомневаюсь, что коллеги все же еще успеют воспользоваться советиком из интернетика. Да, мне самому противно это говорить. Лето. Прекрасное время, чтобы уделить внимание своему здоровью. И, наконец-то, сходить к врачу, пройти необходимые исследования. Да и в поликлиниках в это время года меньше посетителей, поскольку все разъезжаются по дачам и отпускам. Начнем с того, что авторы статьи, судя по всему, не особо в курсе, что медицинские работники тоже летом по дачам и отпускам разъезжаются. Или предполагается, что Мария Ивановна из Омска в частную клинику пойдет. Ну и сама идея, которая вообще-то не особо-то далека от истины, что у учителей есть только лето, чтобы сходить к врачу, потому что в течение учебного года мы миссию выполняем. Миссионеры. Конечно, безумно радует и пугает. До сих пор помню потрясающий телефонный звонок от мамы моей ученицы. Павел Викторович, а что, сегодня дополнительного русского не будет? Да, не будет. Я упал и нахожусь в рампункте. Жду рентген. Возможно, у меня перелом. А после вы в школу не придете? Просто уже настроились? А, ну раз вы настроились, то да. Просто для того, чтобы вы понимали. Я ее дочурку месяц на дополнительный русский загнать не мог. И вот именно в тот день, когда Юленька все же решила осчастливить меня своим присутствием, я решил изобразить Волочкову на льду. Ну то есть вас не ждать? Деревянная моя голова. Надо было просто поход к травматологу на лето отложить. Конечно, безумно радует, если вернуться к статье, что учителю так повезло, что пока все отдыхают, он может по врачам походить. Из этого текста логично вытекает вывод, что у других профессий подобных проблем нет. И не надо лето дожидаться, чтобы узнать, что это? Печень поджелудочная? Или просто Юленька порчу наложила? О, счастье-то привалило! Все на дачах, а я в поликлинике. В смысле невропатолог в отпуске? Я педагог! Дорогу. Педагогу. Радует, что учительская газета даже не заикается про море, дачу. Отлично понимает, что у учителей на это денег нет. Больница ваш курорт. Стоит провести ревизию своего гардероба. Обязательно нужно купить хотя бы одну новую вещь. Во-первых, покупка обязательно поднимет настроение. Во-вторых, позволит составить несколько новых рабочих комплектов. А отпускных точно хватит, чтобы составить несколько рабочих комплектов? Ладно, ладно, просто придираюсь. Но вот у меня в свое время не каждая покупка поднимала настроение. Потому что, когда ты на полном серьезе рассуждаешь, новый костюм или нормально поесть несколько недель, это не то, что заряжает позитивом. А что-нибудь не связанное с работой учителю можно купить? Для хобби, для дома. Раз уж речь зашла об одежде, то для пляжа. Хотя, какой пляж? Мне же сказали, что я в поликлинике отпуск проведу. Надо что-нибудь для памяти попить. Особое внимание уделить той одежде, в которой будете ходить на работу. Выкинуть то, что малое износилось. Что-то перешить или отремонтировать. Что-то отдать химчистку. Серьезно? То есть, в дырявых штанах не стоит на работу идти? Так и запишем. Учительская газета считает меня дураком. Записал! Можно подписаться на новостные рассылки и полезные тематические каналы. Также стоит проанализировать основные события лета. Вероятно, что-то из этого можно будет использовать для своих будущих уроков. Стоит следить за новостями, которые могли бы быть интересны вашим ученикам. Следить за трендами в соцсетях. А можно летом отдохнуть? Да, прям ставлю вопрос ребром. Вот так радикально. Вы можете себе представить такую летнюю статью для кого-нибудь еще, кроме педагогов и школьников. Последние просто тоже, по мысли многих, вообще отдыхать не должны. И обязательно подпишитесь на нашу летнюю рассылку Бухучо для самых тупеньких. Хочешь отдохнуть? На Телеграм Медведева подпишись. Не душой и телом расслабишься, гарантирую. Или на мой Телеграм. Там, конечно, не расслабишься. Но зато от новостей про образование и традиционные ценности гореть будет. У-у-у. А еще я там периодически рассказываю, как немецкий учу. Учителей-то политикой, пропагандой, важными мероприятиями ежедневно на работе не кормят. Надо еще на каникулах навернуть. Половничек. Или целую кастрюльку, чтобы уж наверняка. Главное проверить, кого читаешь. А то случайно подпишешься на какого-нибудь иноагента. И потом на самых влажных разговорах стыда просто не оберешься. Только проверенные источники. Подмечайте все, что может быть использовано на уроках. Автор. А вы точно со значением слова отдых знакомы? Уже перед самым учебным годом стоит позаботиться о своем кабинете. Необходимо проверить, проведена ли генеральная уборка, готов ли кабинет к работе, соблюдены ли нормы санпим по освещенности, расстановки мебели, маркировки парт. А можно? Я этим не буду заниматься. В отпуске. В отпуске, черт побери. Совет продавцу. За пару дней до выхода на работу обязательно зайдите на склад магазина и проверьте, все ли там хорошо. Ну и что, что ты отдыхаешь? Там работы буквально на полчаса. Лайфхак для офисного работника. За неделю до дня. Икс, проведите полную ревизию своего кабинета. Точно пыли на полках нет? А папки с документацией давно перебирали? Все равно сейчас заняться нечем. Гона пару часиков в офис. Хорошая бы статья получилась. Чем заняться на отдыхе? Нет, я, конечно, понимаю, что для многих людей новость, что учителя в августе работают. И кабинеты готовят, и планы пишут, мебель расставляют. А если ты мужчина, то не только в своем кабинете. Но почему-то хотелось верить, что в учительской газете о специфике работы педагога знают. Похоже, нет. Или просто редакция считает, что одной недели в августе недостаточно. И обязательно именно свое свободное время нужно посвятить Dry New Part. Спасибо, чтобы учителя без подобной заботы делали. Отдыхали бы, очевидно. Нужно также проверить и свою готовность к новому учебному году. Обновлены ли программы? Уточнено количество учебных часов? Записаны формы работы и виды результатов по ФГОС? Внесены ли необходимые за год обновления? Эмммм. Честно говоря, я даже не знаю, как это комментировать. Если что, мы все еще про отпуск говорим. Поработать в каникулы не хотите ли? Уважаемая учительская газета. А не засунуть бы вам эти замечательные советики обратно в стол редактору. Потому что если за этим набором букв стоит несколько человек, да еще и с педагогическим образованием, мои полномочия все. Это, наверное, еще один материал из цикла «Повышаем престиж профессии». Ребята, все срочно учителями становимся. Вы летом сможете планы писать и шкафы отмывать. Вау! Сильно. УГ плохого не посоветует. У вас должны быть обновлены и готовы к использованию методические материалы. При этом они должны соответствовать программе. По новым темам должны быть собраны дидактические материалы и тесты. Эксперты советуют каждый учебный год добавлять в свой педагогический инструментарий новинки, новое оборудование или новые цифровые средства обучения. К началу учебного года вы должны определиться с методикой или формой проведения современного урока в рамках ФГОС. Написать планы по работе с неуспевающими и одаренными учениками. Можно просто слово учитель на золушка поменять, парты на крупу, планы на белье и вот уже потрясающие лайфхаки для патчерицы подоспели. До сих пор понять не могу, как авторы упустили возможность упомянуть, что лето отличная пора для работы с отстающими учениками. Просто в контексте остальных советиков, Эд был бы очень в тему. И похоже, так думаю не только я, потому что вот один из комментариев, который мне очень понравился. Ну что ж, я вижу отпуск учителя так. Официально уйти в отпуск. Поработать все два месяца в летнем лагере, без оплаты, естественно, это ведь отдых. Сначала сделать ремонт в школе, хотя бы косметический, а уж потом маркировать парты и вешать стенды по вечерам, так как днем лагерь. С планами все ясно, в УГ достаточно четко и правильно описали, только дома и по ночам. Отпуск же круглосуточный, а день уже расписан видами отдыха. Для похода по врачам брать отгулы с вычетом отпускных, здоровье дороже денег. В выходные дни, когда нет лагеря, обязательно посетить семьи. Если вдруг они на даче, все же на лето разъехались, чтобы поликлиники освободить, то три часа на электричке в жару – предел мечтаний. Вдруг ученики купаются в неположенном месте? Не забудьте журнал по технике безопасности. Не забудьте помочь собрать детей к Новому году. Купить на всех рабочие тетради. Закон обязывает, а школу не выдает. Не родителям же покупать. После продуктивного отпуска можно побаловать себя одной новой блузкой, как раз на 1 сентября. Не хватит на блузку? Хотя бы шарфик. По итогам отпуска написать 10 отчетов с фото и видео. Тем, кто отдыхать не умеет, урезать стимулирующие и компенсирующие. Расписание сделать такое, чтобы за год достаточно устали и в следующий отпуск могли отдыхать правильно. Если вы вдруг решили, что учительская газета одна о свободном времени педагогов беспокоится, то не волнуйтесь. У нас тут новогодний марафон был. Учителям предлагали участвовать в вебинарах каждый праздничный январский день. Ну а то совсем заскучают. Пока вся страна доедает Оливьеху, Шизоид Парфентич квалификацию повышает. 2 января. Вообще, конечно, после подобных статей и все новых и новых инициатив, начинаешь понимать, что лето это на самом деле отличная пора, чтобы подумать. А оно тебе надо? Может быть пора не парты маркировать, а ноги из системы образования делать? Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. Ну и кроме того, доступен бонусный контент. И моя огромная благодарность. Ну а я встречусь с вами на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и отдыхайте как следует.